Добрый день, уважаемые дамы и господа! Мне сегодня приятно быть среди вас, среди участников Международной научно-практической конференции. И темой моей доклада является «Таджикская танцевальная культура и пути её сохранения». Я подготовила презентацию и хотела бы сейчас поделиться ею. Так, минуточку. Да, и хотела бы два слова сказать о себе. Дело в том, что я дипломированный специалист в области управления проектов культуры и искусства. Я училась в Италии, у меня есть этот диплом. Но также сейчас я учусь на магистратуре, которая называется «Horio Mundus Programma». Это Erasmus Plus программа, и я её стипендиантка. И основное, что мы изучаем, это антропологию танца, этно-хореологию. Значит, я бы хотела поделиться несколькими фактами о таджикском танцевальном искусстве. Дело в том, что Таджикистан является единственной страной среди персоязычных стран, которая сохранила своё танцевальное наследие в публичном поле. Ни Афганистан, ни Иран не сохранили танцы в публичном поле. Значит, таджикский танец можно поделить по региональному признаку, потому что наша страна состоит из нескольких регионов. ГБАУ там, ну, опять-таки, это деление условное, но, тем не менее, оно существует уже давно, и это не я придумала, что танцы делятся как на помирские, и там внутри очень много разных танцев, и основное это, конечно, року. Кулярские танцы, они относятся к хатлонскому региону, к хатлонскому области, и основной там танец, который самый виден, это кумбок. А саджийские, или мы ещё их называем ферганскими танцами, вот, и гармские, это танцы Рожской долины. Вот, таджийский танец всегда был индивидуальным, не коллективным, и поэтому роль союзного архитектора или хореографа Игоря Моисеева и его оригинального сподвижника Гафора Фоломоадзадея неоднозначно. Но я не буду об этом сегодня говорить, потому что этот вопрос требует изучения и основательного изучения. Вот, но уже сейчас можно сказать, что роль этих господ, товарищей, болитизацию таджийского танца неоднозначна. Значит, все почти уцелевшие танцевальные коллективы находятся на государственном бюджете. Хорошо это или плохо, это тоже смотря с какой стороны смотреть, с какого угла. Вот, и, значит, основными хореографами, знаменитыми, я считаю, Амона Мусоева, Жемелю Ахунову, Шарафат Рашидову, Дебо Амин Зоде и, несомненно, на закат Кличеву. Хотя она не руководила никаким ансамблем, но она дипломированный хореограф и также она исследовательница, которая, к сожалению, рано ушла от нас. Это вот карта Таджикистана, поделенная на регионы. Не я, это я скачала с интернета. Значит, я вам представляю фотографию со своего архива. Когда руководила организацией, считай, 2007 по 2013, я руководила организацией Ташабуси Рахсы Таджик или Таджикской танцевальной инициативой, и мы делали визуальную репрезентацию тогда. И эти фотографии, они связаны вот с тем проектом, которым я руководила. Перед вами сейчас Зулай Хоу Рамонбекова и Ширали Насрутинов. Они представляют панирский танец. Известная легендарная танцовщица Хайри Ватанова. Она сама автор своих костюмов и своих танцев. Это очень интересная танцовщица, которой, в принципе, малоизвестно. Ну, в самой стране, в Таджикистане известно, как бы имя Хайри Ватанова известно, но на самом деле о ней нужно больше говорить. Так, Алма Алиева, она сейчас здесь представляет гармский танец, и костюмы предоставил Амон Мусоев. Устод Амон Мусоев, это его костюмы. Так, значит, Тверганский или садийский танцы представляет Шахло Джалилова. Вот перед вами, значит, фотографии покойной Джамиле Ахуновой. И, слава богу, в добром здраве находящийся Амон Мусоев, который является кладезем знаний о таджийском танце. И он является, он за чистоту таджийского танца, то есть он не любит смешивать, как делают некоторые хореографы. Вот, хорошо это или плохо, это тоже смотря с какой, с какой стороны смотреть. Вот, вот два, значит, они тоже на фотографии, где, когда я устраивала встречи с известными хореографами, это 2009 или 2010 год. Так, здесь перед вами сейчас легендарная тоже женщина Таджикистана Зибо Минзо, да, которая, по-моему, в начале 80-х годов организовала свой ансамбль, Зибо назвала. Вот, Зибо переводится с таджийского «Красавица», «Красота». Вот, это тоже одна фотография верхняя, это с моего личного архива, а второе, это тогда, в те годы, когда был организован ансамбль. Это с Азии Плюс я скачала. Также Шарафат Рашидова, которая популяризирует, она наиболее известная среди любителей, профессиональных и любителей таджийского танца за рубежом. Её именно и более известна благодаря руководству, её руководству танцевальным театром «Падеда». Вот, я, к сожалению, сейчас не знаю, они переезжали в новое место, я не знаю сейчас, как у них там дела, но на самом деле её след очень глубокий и яркий в развитии и сохранении таджийского танцевального наследия. Она здесь и со своим уже покойным мужем Хабибулу Абдуразокову, и также с девочками ансамбля «Падеда». Роль на закат Кличевой очень огромная, большая, но, к сожалению, она ушла, и я уверена, что сейчас на конференции она бы сейчас выступала вместо меня, потому что у неё знаний больше, и она лучше меня всё знает. Вот это тогда, когда мы организовывали мероприятие, посвящённое таджийскому танцу. Вот, я предлагаю несколько шагов для сохранения таджийского танцевального наследия. Первое, и очень важно, нужно внести некоторые танцы, особенно рапо, кумбок, мноджот, может быть, другие тоже танцы, в репрезентативный список защиты нематериального наследия, ЮНЕСКО. Это очень важно. Эти танцы приобретут статус, и они действительно, дело в том, что танцы имеют свойства эфемерности, они могут исчезать, и поэтому очень важно для сохранения не только это, но также создать энциклопедию танца, включающую историю танцевального искусства, носителей танцевальной традиции. Нужен визуальный архив всех танцев страны. Это очень важно. Также неплохо было бы внести танцевальные уроки для школьников и студентов. Необходимо сотрудничество как с региональными сообществами на местах, так и с международными научно-исследовательскими институтами, с университетами для изучения и для распространения. Вот второй момент – это как раз-таки для распространения информации об искусстве таджикского танца за пределами РТ. И очень-очень важно перевести уже имеющиеся научные труды, особенно я имею в виду профессора Низома Нурджанова, его труды о таджикском танце хотя бы на английский язык. для расширения, охвата информации о таджийском танцевальном искусстве. На этом я завершаю свою презентацию. Благодарю вас за внимание. Если у вас возникнут вопросы, меня очень легко найти по этому адресу. И я постараюсь ответить на ваши вопросы, если вы их мне зададите. Благодарю вас за внимание. Всего доброго и успехов! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok